Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ибо некоторые из них пришли издалека Ученики ему отвечали ему Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их Сколько у вас хлебов? Они сказали Семь Благословив, он велел раздать и их И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин Евших же было около четырех тысяч И отпустил их И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмамуфские О чем рассуждали в прошлый раз? Вспоминайте, о чем рассуждали Что не осветили, какие вопросы остались неосвященными Здесь толкование очень короткое Но я думаю, что если вы целый час рассуждали То, наверное, вы каждый стих Вы не разобрали Не были? Я на прошлом золоте не был Мы много времени посвятили Разбору положения дел в современной церкви Ну и что-то успели по этому эпизоду пройти Батюшка был там У нас немного был Здесь вот такой жаркий, скажем так Толкование-то прочитайте Толкование? Ну там оно короткое Ну и что? Сейчас зацепимся Давайте Чувствую, что тут не были Давайте снова пройдем Жаль мне народа Как эти слова рисуют Христа? Вопрос стоит Давайте попробую ответить на этот вопрос На все ответы Имеем ли мы сострадание К земным и духовным нуждам Окружающих нас лиц? Как важно подмечать и уразмевать Благоделение, оказанное нам Богом в прошлом И на основании их судить О Его верности, готовности и умении Помогать нам и в будущем Господь не хотел отпустить народ Ненасыщенными Я думаю, здесь При переложении на наше время Нам думать нужно О другом хлебе О хлебе, которым является Слово Его И как насыщают нас Нынешние пастыри В церкви, которую основал Христос Положив тело Своего В основании этой церкви Я думаю, что на прошлом занятии Вы на этом тоже останавливались Если разбирали А мы не будем дальше Это мы уже прошли Тут вопрос задавался такой Когда Господь спрашивает О каком народе речь идет О тех, которые при мне Или вообще о всех людях Господь жалеет О тех, которые слушали Его непосредственно И Он о них говорит Жаль мне народа Что уже три дня находятся При мне и нечего им есть А в отношении других Как Господь относится И к другим людям Вывод сделан Что и к другим относятся так же Здесь конкретно Господь заботится о пище О том Ну сейчас не будем ссылаться Что когда-то говорили Вот сейчас давайте с нуля А как иначе Господь Может относиться К творению Своему Каждый из нас Творение суть Его Каждый из нас Его детище И каждый из нас Создан по образу И подобию Его И как же Он может Относиться К одному так А к другому иначе Все сущее Созданное Богом Он является Одновременно Творцом и Зиждителем Поэтому Конечно Он заботится О каждом А в том В чем Проявляется Его забота Долготерпение Даже Думаешь Ну и порой Смотришь на человека Который рядом с тобой Живет Десятилетиями Видишь Что он Совершенно Ничего Доброго Не производит Ну как минимум Доброго ничего Не сделает он Он живет Животной жизнью Он с утра Я иду на работу Он уже Наверное за час До того Как я вышел Из подъезда Он сидит Уже Уже готовый Уже Он Почти образа Божия Не имеет И думаешь Сколь велико Долготерпение Господне И в этом Конечно Его милосердие Безграничное Как написано Солнце сходит Над праведными Неправедными И посылает Точно всех Праведных Неправедных Бог заботится О всех Здесь Особенность такая Что Господь дает Слово Божие Люди его слышат Но Господь Заботится еще И о плоти людей То есть Не просто так Идите с миром Грейтесь И питайтесь Но не даст Ничего потребного Для тела Так пишет Апостол Иаков В этом нету веры Добродетельной А Господь Своим примером Показывает Что заботясь О их душах Он заботится И о их телах Из этого Какой мы можем Вывод сделать Практически Для себя Что есть Такое место Писания Где говорит Господь Прежде всего Ищите Царствие Божие И правды Его И это все Приложится Вам То есть Вывод такой Если мы будем Искать Бога Будем заботиться О божественных делах То Бог Не оставит Нашу плоть Тоже без пропитания То есть Мы будем всегда Сытые Обутые Одеты По крайней мере Удовлетворены Наши Самые необходимые Потребности Будут А поскольку Человек Дуалистичен То есть Он И человек И имеет Сродство К животному То есть Плоть И душа В нем Одновременно В этом Дуалистичности Поэтому Забота должна быть И о душе И о теле И вот что Хорошо У нас В нашей общине Что Сестры Так возревновали О наших же Детях О семье Которые Неблагополучны По всем Параметрам Что называется И в духовном И материальном плане И мы заботимся О них И в том И другом Пламе Пытаемся Насытить их И душу И тело И это Хорошо И Господь Это воздаст Людям Которые Проявляют Эту заботу И хорошо Что Здесь Никакого Нет Давления Что Каждый По зову Своего Сердца Может Участвовать В этом Деле На прошлом Занятии Игнатик Я сказал Такую мысль Что Когда Начали Смотреть У кого Есть Что То Нашли Только Рыбки У одного Мальчика То есть Нечего Им есть И вот Допустим Значит Как написано Человек набрали А здесь Семь хлебов Семь хлебов И семь коробов Набрали Семь хлебов Семь коробов Для четырех тысяч человек В данном случае У апостолов Были хлеба Но Там так сказано было Почему Допустим У этого мальчика Нашлись Запасы пищи А у других Не нашлись Почему Люди Были так Беспечно Отнеслись к себе В отношении себя А этот мальчик Именно Озаботился Был сделан Конечно И вывод На сегодняшний день Что те Которые Ехали куда-то Братья Всегда Было такое Наставление Возьмите с собой Продукты Для того Чтобы Накормить Себя и ближних Вдруг Что случится В дороге То есть Был такой Сделан Практический Вывод Но я еще Хочу один Вывод Сделать Что люди Которые Узнали О Христе И захотели Послушать Его проповедь Они даже Забыли Видимо О пище Обо всем Они забыли Они просто Побежали Ринулись За Христом Они Ничего с собой Не взяли Даже еды То есть Настолько Было Их Самоотвержение В этом И желание Слышать Христа Что они Пришли Издалека И даже Не подумали О том Что они Возьмут С собой Пищи То есть Вот такое Было сильнейшее Желание Слушать Христа Это тоже Вывод Я думаю Он тоже Правильный Они просто Не думали Об этом То есть Мы когда Сейчас Начинаем Какое-то Предпринимать Путешествие Конечно Мы заботимся Но на самом деле Не всегда Это важно Заботиться А что там Будет А куда Я поеду Какие там Обстоятельства Если Господь Тебе сказал Иди Значит Иди А что там Будет Господь Заботу Берет на себя Так у этих Людей Они пришли Издалека И ничего С собой Не взяли А может Быть Взяли Что-то Но уже Съели Давно Все это Израсходовалось С пути Но Господь Бережет И их Эхих Людей То есть И мы Если мы По какой-то Необходимости Не успеем Собраться Куда-то А только Ради Христа Пойдем Вперед Не думая О нашей Плоти То все равно Господь Позаботится О нас То есть Вот Вывод Такой Он Позаботится Если ты это Ради Христа Конечно Сделал Допустим Вот этот Мальчик У которого Оказалась Эта пища Ясно Что он Не сам О себе Позаботился А кто-то О нем Позаботился А эти люди Которые пришли Они о себе Тоже Не позаботились То есть Получается Милосердие Какого-то Одного Человека Который дал Эти рыбки Ребенку Спасло Всех людей Которые О себе Не заботились От голода То есть Прием на жене Идет от кого-то То есть Самое-то Важное Заботиться О ком-то Не о себе О ближнем Позаботиться И этим Будут Насыщаться Все Как бы Вот так Ну тут Там не написано Что он Сам о себе Не побеспокоился А может быть Он и сам о себе Побеспокоился Просто Он был Рассудительный И побеспокоился Просто Скорее всего Скорее всего Кто-то О нем Позаботится И они В этом плане Обеспечены Ну мысль интересная Конечно Что Господь Наше малое Милосердие Может развить И увеличить Как сейчас Принято На плакатах Писать Лучше говорит Маленькое Доброе дело Чем большое Сострадание Ну сейчас Вот так Принято Социальной рекламе Писать Там забота О собаках По-моему О животных Лучше говорит Маленькое доброе дело Чем большое Огромное Сострадание Обо всем мире Обо всем мире О маленькое Об одном человеку Вот маленькая Забота была Мальчик дал Я думаю Брат обобщил Ответы На поставленный вопрос И только Другой Правильный Ответы И видимо Мы уже Повторяемся И это небо В общем-то Брату Говорит Что Уже Все Разобрано И Можно Переходить Думаю К следующему Перекупу Вопрос В прошлый раз Прозвучал этот вопрос Даже С этого Мне кажется Начинали Был задуман Вопрос А к кому Пришел Христос Вообще К кому Пришел Ко всем Людям Или Он только К кому Ну Ко всем А тогда Как понимать Что Он пришел Когда Как понимать То Что Когда Хананьянка Попросила У него А он Говорит Нехорошо Взять Со стола Детей Бросить Псам Выходит Он Все же Пришел К своим А потом Это уже Потом Когда Он апостолов Когда Сал Шел Он говорит Сал Сал Что ты Помнишь Меня Ведь Он Вот Когда Его Послал К язычникам А ведь Изначально Он Пришел К своим И Своего Не Примели Я хотел Про мальчика Продолжить Это Как раз Актуальный Вопрос Про мальчика Про именальную Вестицию Мальчик Такой Был Интересный Со всех Сторон Смотреть Если У самого Мальчика Могли Земли Рыбок Быть Так Рассмотришь Ну Я себя Мальчиком Помню Я Себя Съел Бы Давно Уже Эти Рыбки Поделился Под подушечкой Под подушечкой Они бы не доросли до подушечки Раньше бы конечно То есть значит мальчика собирали кто-то Кто его собирал Кто ему дал этих рыбок И видать у него не семерк было У него мешочек был какой-то рыбок Уже три дня были Мальчик-то не мог же их хранить семь дней То есть значит его снабдили-то не только рыбками У него было покушать Так надо понимать и у других тоже что-то было Вот чем дело Но у него было больше То есть его собирали родители Которые очень хотели Сами не могли Ну там труд Так далее А тут мальчик И ты можешь с какими-то своими родственниками Там его отправили Ты сходи Все высмотри Запомни А потом нам расскажешь Это сейчас вот на видео засняли нас Посмотрел кто-то узнал А тогда ты этого не сделаешь А тут прямо из первых уст И главное дети какие были Сразу надо признать Ему Его собирают Зная что он ничего не растратит Что он запомнит Что он не будет кабениться Не скажет там этому родственнику Пошел ты дядя отсюда Я тут сам знаю То есть послушный видать был мальчик-то А отсюда Не просто так что он раз и дал рыбки Они же где-то искали А он мог и ничего не сказать Ищут то у взрослых Не у детей же Но он вызвался Потому что Все они были братья Вот в чем дело Все кто там сидели Они все были Ветхозаветная церковь Еврейский народ Вот такое было у них отношение И теперь дальше Это отношение у них остается И они вот так вот Своих еврейских мальчиков-то и воспитывали А наших-то сегодня Через ювенальную юстицию Все хотят сделать Павликами Морозовыми Видать кто-то Кто эту ювенальную юстицию придумал У него Павлик Морозов На стенке видать С детства Висит плакат У этого человека Вот какой должен быть Парнишонка Чтобы пришел Государственным бюрократом И сдал всех Что не надо Где-то там в школе Его учить Его же никто не учил Таким подлецом быть Чтобы отца сдать За мешок зерна Последнего Который уже Не добрали еще И отца и дядю А уж дедушка Его прикончил Как говорят Ну говорит Собаки Собачья смерть Жалко конечно Малышонка Но в 12 лет Быть таким Подлючим Хочу сказать Что у нас был Отряд Пионерский имени Павлика Морозова Ничего не могу сделать В нем я воспитанный И только Когда я уверовал То я понял Какой Даже никогда уверовал Когда понял Кто такие коммунисты Я понял Все воспитание И осознал Но это я уже был Зрелым Большим человеком Какой же подлость Допустил Павлик Ну такие вот так Воспитали Это был первый Вот этот Ювенальный Юстиционный Ребеночек Кто хочет на него Походить Вот они все Такие будут Уже есть Мы видим В Америке Посадили этих Двух Взрослых Родителей Как это надо было Так детей Обработать И так далее Они не были Наставлены В том В чем наставлен Этот еврейский Малышонок До Павлика Морозова Были мавлюки Которых воспитывали Которые Царские сыновья Воспитанные В противоположном стане Клененные Они шли против своих отцов Воевали Это уже было И до Павлика Морозова То есть это Не первый Так сказать Опыт Другое дело Что Мавлюки То они в стане были Я несколько Не соглашусь С тем что Это вот Те которые Павлика Морозова Задумали Эту ювенарную юстицию И ювенарную юстицию Задумали Совсем другие Которые Управляют Этими людьми Это из Сионских мудрецов Все идет Они глубоко знают По каким корням Бить Все давно рассчитаны И поэтому Она и идет Это Система Разложения Общества По корням Таким Как сегодня Была перечисленная Семья Вечная собственность И вера Веру разложили Семью Семью разложили до конца Частная собственность В один век Скоро Как это показали Коммунисты Евреи Коммунисты Ну у кого-то есть еще По этому Эпизоду По этому Перепопу Да А вот Нина задала вопрос Ну я думаю Игорь как раз И ответил на этот вопрос Даже Потому что Христос именно Пришел к своему народу А народ был Весь верующий А потом уже Когда Мы стали язычники Через Павла Там пришедшие Конечно И мы его стали народ Потому что Мы тоже дети Абраама По вере Они по плоти Да Привитая лоза Поэтому Это и относится и к нам Но потом к нам Но прежде он к ним пришел Так Игнатий нам объяснил Прежде В первую очередь Он к ним и пришел И поэтому Так и отлигла самарянка Да А них тебе Самарянка Вот ты правильно Все Ну а потом то и мы Привитая лоза Мы постоянно Когда проходим Священное Писание Ну Новый Завет Мы уже проходили То Толкование Апостола Ну толкование На апостола Павла На всех В общем апостолов То везде мы видим Что обращения Апостолов Идут Называются они Послания И послания Соборные То есть Послания К общине Христиан Всегда То есть вообще О неверующих Вообще разговора нет Они желают Спасти тех христиан Которые отпадают От Христа В самих Обществах христианских Вот этими Собраниями Посланиями Соборными А о неверующих Все уже давно сказано Христос уже Клеймо на них поставил И все Неверующих Сына Божия Не имеет жизни О них Какая о них забота Одна забота Чтобы христиане Выходили в мир И рассказывали О Христе И шли Слово Божие И Славу Божию Показывали В делах В своей жизни И делами И словами Как свет Чтобы были они Которые видят Безбожники От них только Одна милость Чтобы сразу убили Хоть не мучили Все Больше от них Ничего не дождетесь От безбожников И так детей Я тоже учу На всех Чтобы дети Отличались Чисто от нечисто Они вообще Они растут Как мухоморы Под березами Везде Вообще ничего не понимают Что дали То их Тащат Строго-настрого И своим тоже Ну С муками вашими Сложнее Там дела Они сами Безбожники А кто С нашими Детьми Разговаривает Вы Рассказывайте им Что отделяют Что простой Вот дядя там Который прошел И человек Который здесь В общине Это совсем Разные люди Здесь верующий Церковь А там Неверующий А сейчас Все слилось Почему Игнать Игнатьич Так трубит Как колокол Как компанело Все звучит Потому что Слился мир С церковью Он у баптиста Возьмите Что творится Они пытаются Уйти Чтобы быть Построже А что вы ушли Спрашивали А чтоб Построже было Ну и как Строже Да все так же В штанах Там без платков Забыли Что такое Крашеные Попробуй остановить Женщину Потому что Ей сказал Сатана Вы боги И теперь Женщина Это будет Этим жупелом Трясти До последних дней Она бог Она знает Что делать Не остановить Кто может Это остановить Игнать Игнатьич Может остановить Только молитва А молитва Когда вопль Дошел Когда уже Так закрутили Гайки Тиран Паралон Уже детей Начали брать И убивать И тогда Только поняли Вопль Тут дошел И вот Этого вопля Сейчас небо ждет Дали Свободу Всего Свободу Пожалуйста Люди Живите Свято Все Нету Этого Поганого Коммунизма Я его Убрал Без крови Это Господь Для нас Милость Такую сделал Как Гедеона Послал Когда-то К евреям Все Моавитяне Захватили Везде Всех бьют На каждом углу Не выйти Уже Такие здоровые Мужики Как Гедеон Вточили Запрятались В башне И там Что-то Зернышки Одни Точно Вы представите Как женщинам Было Везде Хватали Насиловали Всех И вдруг Ангел Приходит И вот этой Малой Гедеоновой Верой Он еще Прячется Как же так Бог Нас же Оставил Вот такой Вера Иди И ты Победишь И пошел И тремя Стами Победил 120 тысяч Это невероятно Просто Это чудо Из чудес Раз и нету Все И все Освобождено И написано 40 лет И потом еще 80 лет Земля была Свободна То есть Все могли Развиваться Жить И до чего Доползли Опять Доползли До этих Астарт Опять Доползли До Молохов Начали Детей в жертву Приносить Своих И все Опять Небо Только ждет Когда же Господь Все заключит Опять вас В бараний Рог Завернет Чтобы вы Увидели Затницу Свою Около Зубов И начали Кусать И опять Заворачивает Господь В бараний Рог И вопль Опять Достигает Небо И сейчас Ну и будет Это раз Может быть Два Будет То есть Игнатиг Придут Китайцы Китайцы Малахайцы Имбандердедайцы Какие Все равно Придут Вот в чем Дело Потому что У нас Истинная вера Мы же Трясем В грудь Себя Бьем У нас Истинная Православная Вера Попы Зубами Рвут Животы Свою Готовы Но не Достаю Чуть У нас Истинная Вера Мы всех Самые истинные И теперь Из истины Ну и что Вот вы молодцы Да истинались Пришел Семнадцатый год И придет Две тысячи Семнадцатый Ну может Две тысячи Семьдесят Семьмой Да тут Даст еще Господь Мира Кто знает Но все равно Он придет Потому что Истин Это нет Истинен Нету В людях Говорит По плодам Их Узнайте Вот сейчас Царь есть Фильм Может Кто смотрел Царь Там Играет Этот Бомонов Играет Этого Императора Нашего Иоанна Грозного Царя Ну и он Уже Пришел И последний раз Решил Благословение На войну С полярками И в Новгород Захватить У Митрополита Филиппа Он уже В заточении Митрополит Филипп И там Уже мучают Не дают ему Ни есть Ни пить Ничего Уже чудеса Пошли даже Господь начал Делать Чтобы только Вразумить Этого царя И он опять Я же Я же Пришел к тебе С покаянием Я же Вот каюсь Я сам Как человек Грешный Но как царь то Как царь то Я свят Россию то Захватывают Мне же Надо что то Как царю делать Я же Правильно делаю Ну Дай мне Благословение Филиппушка Дай благословение Он говорит Вот тебе будет Благословение Когда ты кровь уберешь С земли русской Перестань лить кровь Царь И вот этим делом Ты покажешь Что ты покаялся А тебе не будет Сейчас моего благословения А он уже дал знак Как только Если он что там Не так пойдет Я его поцелую А Малюта Подглядывает стоит И он Подошел Его поцеловал Ну прости меня Прости Поцеловал его Троекратно По русскому обычаю И ушел И Малюта Пришел И сделал свое Страшное дело Сейчас мы прославляем Митрополита Филиппа Как мученика Который Единственный Из всех Священнослужителей Священноначали Который поднялся Больше никто не знает И как он закончил Ну немножко Знает о нем А остальные Так все и погибают Верующие люди Как говорит Солженицын Единственный Кто выставил в ГУЛАГе Это Религиозники Их никто Не смог одолеть Но про них Никто ничего не знает И страница Этой книги Мною не будет написана И будет ли она написана Вообще Никто не знает Потому что Там никто не выживал Это была борьба Насмерть Ну и говорит Никто не мог одолеть Практически Я говорит Ни одного не знаю Верующего Кто попадал Со мной рядом И чтобы он Сдался Все выстояли До смерти Естественно Поэтому Все что нас ждет Как и говорит Игнат Тихонович Это только Смертушка Запомните Потому что Отречься от Христа Что Как они хотят Я не знаю Это Очень сложное Отречься от Христа Потому что Они же будут вам Вопросы задавать Братья Они будут задавать Своеобразные вопросы На которые Игорь Третьяков отвечал Там ему задавали Они туповато Эти вопросы И они поймут Эти люди Что Вы выше их Вы не простые люди Вы чадо Божие И в конечном итоге Ну кто-то конечно Будет и предателем Но я не знаю В нашей общине Сложно это сказать Хотя видим Люди отходят От нас отходят Но из общины Отходят Уйдут ли они Совсем от Христа Видим что И уходят от Христа Разглавляются Совсем Но Хотелось бы Чтобы оставшиеся Остались верными Господу Ну а то что мы видим В других храмах Как говорится Бог им судья будет Они будут сами трудиться Кто-то выстоит А кто-то как прах Вот Это 2050 год Когда пришел Этот Доми Кто пришел Декий И вот тогда В африканских странах Вот Игнатик Сегодня рассказал В проповеди Было страшное отпадение А потом наоборот Церковь Раз и сразу заполнилась Сначала отпали А потом Видят мужество людей Христиан Жен там И так далее Там много мучеников Читают Жития Святых При Декии При Декии В 249 В 251 год Это было И мучили вот эти Два с половиной года И потом Декии Раз вдруг Внезапно исчезает Вот Такое впечатление Как будто Христос Проверил мужество Христиан Может и сейчас Так будет тоже Проверил Может быть и сейчас Так будет Но незначительно Мы не знаем Сколько еще растянется Все Но мы знаем Что евреи нашли Свой дом По пророчествам Слова Божьего Нашли Мы знаем Что храм Соломона Будет выстроен Куда придет Антихрист И уже Все Подготовлено Чтобы его построить Не хватает Последнего рывка Занятия Этой территории Они недалеко Евреи там рядом Местность расчистить От арабов Будем ждать Великих потрясений Арабские войны Будут продолжаться Арабов нужно уничтожить Китайские войны Китай Два миллиарда Это такая армия Что их тоже надо уничтожить Иначе они будут мешать Антихристу И так далее Ну Америка Там Европа Допустим Россия мешается Россия будет уничтожена Ничего не значит это Значит одно Как сохраниться Верия Нашей За Бога Все народы Батча Которые не веруют Поэтому Россия Как понять Верует ли вся Русь Вот Игнатиныч говорил С Игорем Татяковым Интересный вопрос Как понять Народ 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 Русский наш Вот действительно Народность Мы говорим по-русски Там культура Это Ну там на балалайках И на баянах Там играют Все это понятно Культура наша Больше ничего И матеряться отлично Так что слышно С колокольни Это культура России Мы считаемся русскими Но когда русский народ Весь отступит Сколько нужно Меры беззакония Ну вот показала Содома и Гамор Десять праведников Было Десять Было Ни один лот И две его дочки Оказались полуверующие Десять было бы И не было бы Уничтожения Содома и Гамора Почему цифра Десять Сколько надо На Барнов Чтоб Господь простил Сколько На Алтайский край С трех миллионов Надо чтоб простил Сколько Среди нас Истинно верующих Которые праведники Те Десять О которых Говорил Авраам Как посчитать Ну с другой стороны Заходит Господь Вот мирное время идет Значит молитвы То достигают Чьи Да Как мирное время Будет заканчиваться Чувствуете уже Как напряженненько Так становится Какая то Ювенальная юстиция И уже не просто Отбирают дома Частные И ломают их И вот показывают Программу Ломают частные дома Уже не просто Человек не отдает А видать забрать По суду не могут И такая злоба С зубов капает Подъезжает Прямо частный дом Ломают То ли сумасшедший Это сколько там Денег вложено Его что Продать нельзя Или как-то Ну часть дайте Этому человеку Который потратился Нет Мы сломаем тебе Это все Это Своих же людей Так гробят Показывают Здесь у нас Вот где-то Тут прям Недалеко от города Мужчина взял Там Кредит И два месяца Не выплачивает Его Показывает Семья Шесть человек Жена Ну двухэтажный Такой домик Ну не такой большой Ну может быть Как вот этот Может поменьше Ну шесть человек Детей много Заходят И все Уже описывают Все описали И снимают Их журналисты Вот наши Какая-то Алтай Ну и как Что делать будешь Мужик Ну что я Не выплатил Да за два месяца Не смог Не смог А он Сельскохозяин Ну этот Фермер Говорит Земля не уродила Говорит Не получилось Соляка Говорит Дорогая Все Все попал Ну и что Все Говорит Нас Выставляют Вот только Говорит Ради детей Говорит Нам дали Еще Полмесяца Чтобы мы Нашли себе Жилье И что Забирают Да Все Забирают Все Банк Забирает Все Евреи Забрали Одних Облапошили Одних Удалось Им Накрыть А ведь Таких Очень Миллионы Сами Лезут Ну и Сами А куда Деваться Это же Все Ловушки Это же Все Ловушки Сатанинские Которые Можно Пройти Только Всем Вместе Если Б наш Народ Был такой Как Еврейский В свое время Сплоченный Чем-то А ведь Он сплоченный Там Война Вместе Парады Празднуют И ничего Нету Это Не сплочивает Ничего Этого Не сплочивает А что Сплотит Что Сплотило Евреев Когда Они Призвали Господа Когда Фараон Их Довел Что Сплотило Написано Единый Вопль Вопль Народа Написано Ни одного Человека А народный Вопль Достиг Ушей Господних Народный Вопль И вот Это Покаяние О котором Опять же Говорил Пропоедник Наш Сегодня Как Его Достичь Ну там Какой-то Народ Может А как Правители Вопль Этот Сдадут А там И старейшины Вопль Сдавали Значит Нужно Так Закрутить Так Спрессовать Всех Чтобы Все В едином Порыве Воскликнули Но этого Не может Быть Поэтому И нет Такого Понятия Как Русский Народ Все Не будут Верующими О чем Мы говорим Сейчас Божья Народность Чадо Божие Те Которые Церкви Вселенской Святой Соборной Апостольской Как Можно Спасти Всю Россию Как Всем Так Воскликнуть Чтобы Весь Народ Был Но все Рано Безбожники Останутся Поэтому Какой Народ Накроет Вы Что Думаете Америка Лучше Ну почему Не поговорить Про Америку Что Мексиканцы На них Пойдут Тоже Или Что Канада С Американцами Схрестнутся Там У них Армия Сильная Почему Одна Россия Это Всем Достанется На орехи Будет Третья Мировая Война Все Получат По полной Программе Потому что Все Согрешили Нет Праведного Ни одного Никто Не хочет Святости Божьей Американцы Тоже Написано Ну Пишут Было 28 В одном Районе 28 Церквей И все Разные Все Разные Вообще Разные Течения Баптисты Протестанты Всякого Толка И харизматы Кого только Нет И буддисты И Даосисты Все Переполнено Где Истина Как ее Искать Как Донести До них Эту Истину Она Есть Как Донести Еще Вот Вы задали Вопрос Кому Пришел Христос Для Кого Пришел Или Для Чего Пришел Вот Три Вопроса Кому Кому Своим К евреям Пришел Вопрос Ответ Для Кого Пришел Христос Это Второй Вопрос Не Кому А Для Кого Он Пришел Это Уже Другой Вопрос То есть Кому Пришел К евреям Это Как Говорится Ребенку Понятно Читаешь Писание Христос По Плоти Еврея Для Кого Пришел Христос Это Другой Вопрос Осознаете Что это Другой Абсолютно Абсолютно Другой Для Кого Пришел Для Кого Для Кого Говорит Евангелие Таана Написано Был Свет Истины Первая Глава Девятый Стих Евангелие Таана Был Свет Истины Который Просвещает Всякого Человека Приходящего В мир Всякого Человека Приходящего В мир То есть Если Считать Кого Человеком В любом Народе Приходящего В мир То Для Всякого Человека Он Просвещает Всякого Человека Приходящего В мир Ну а Дальше Он Пишет Десятый Стих В Мир И Был Так Нет Одиннадцатый Стих Пришел К Своим И Свои Его Не Приняли Но В девятом Стихе Написано Всякого Человека Приходящего В Мир Но Пришел К Своим И своего Не Никакого Противоречия нету. Здесь противоречия нету. Нет, я объясняю, да. Потому что, если более частно сказать, то к избранному. 3.16 еще есть. Для кого? К избранному. 3.16, Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, мир, весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. К верующим. К верующим. К верующим. А дальше уже разъясняется. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет. Всякий, делающий зло. Тут любая национальность подходит. Он пришел ко всякому. Он принес свое учение всякому человеку. Кто принимает, ради того он и отдает себя в жертву. То есть для кого пришел? Для всех. Для всех, кто в него уверует. Вот так, да. Для него к избранному. Вот тут еще первосвященническая молитва, я так называю. Да нет, братья. Но пришел он ко всякому. Он принес учение всякому. А кто принимает, тот будет спасен. Нет, это до конца правильно. К избранному. Почему это к избранному? Потому что уже прежде, чем люди родились там и так далее и тому подобное, он уже знает, для кого он. Он-то знает, а у каждого есть возможность быть избранным. Ну так это значит, говорит, что он каждому принес свое учение. Это другое. Это другое. А отчастное? А отчастное? 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 Но есть еще понимание, есть еще такое понятие о избранности. Это тоже от Бога. Есть тоже такое понятие. Это вот 17 глава Иоангелия Таана. Там уже... Что это избранность? Избранность означает, что обреченность... Избранность... А мы не знаем же. Мы знаем, что вот сейчас мы избраны, да? А в божественном плане мы же не знаем, избран ты я или нет для спасения. Я этого не знаю. Я не знаю, может быть, тот алкаш, гена какой-нибудь, тот человек, который пьет, он может быть избранный, а вы его не видите. Он избранный уже Богом. Но просто в какой момент он будет избранный, мы этого не знаем. Он уже избранный. Вы смотрите так, сострадаете, ходите, ходите, думаете, а кто же он? А он избранный. Как тот разбойник. Можно? Да. Он тоже избранный. Но мы-то этого не знали, и он этого не знал. А потом узнали. Я хочу. Можно я поясню немножко? Конечно, страшно так сказать. Как так? А вдруг там дело все в том, что мы говорим со стороны человеков ко всем. А со стороны Бога, он говорит, к избранным своим я иду. К своим чадам иду. А кто будет избранным? А еще брат Николай, он еще ходит куда-то там. Там брат Владимир еще в покровке своей, еще не знает. Но они уже избранные. Это от Бога мы говорим. И поэтому он так и говорит. Для чего теперь он говорит это? Для того, чтобы каждый человек мог вздрогнуть. Как так? Избранный. А я избранный или нет? Так вот ты дела зла-то не твори, и ты будешь избранным. И человек может еще не веруя до конца во Христа, но начинать творить дела добра. Мы об этом, кстати, молимся. Делающим добро, садилай добро. Там не написано. Делающим добро и верующим. То есть это делающим добро, неверующим как раз делается. Это вечерняя молитва. Первая начинается. Делающим добро. Садилай добро, Господи. А кто делает добро? Все христиане. А потом дальше от церкви начинает говорить молитва. То есть это говорится как раз к неверующим. Они делают добро, дают милостыню. Вот Игнать Тихоновичу на книге. Влаги дают. И мы молимся за них. Потому что вот это начало, вот это, ах, вот это, увы, говорит златоуст, начало покаяния. Потому что они вздрогнули, когда узнали, что есть чадо, а мы нет? Нет. А я хочу быть избранным. А как? Вот делай добро, твори добро. Не люби зло. Хотя бы начни. Не люби зло, твори добро. Это первые шаги идут. А потом уже ты будешь избранным. Но это мы сейчас так растолковываем. Но на самом деле-то это идет в жизни. И это более прикровенно, сокровенно. Все. Вот еще доказательства этого. 9 стих 17 главы Маглета. Христос молится Отцу Небесному. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Не о всем мире молю. То есть вот там такие слова есть. Ну, то есть здесь Христос от имени Бога, вот как раз и говорит. Ну, а тех, которых ты дал мне, потому что они твои. То есть там к Иисусу приходят только те, кого призвал Отец Тебесный. Ну, это тоже там есть. Это 16 глава, по-моему. Вот. Вот эти, что надо понимать. Избрание, вествия там и так далее. Там все говорится о том, что есть избранные от Бога. Но просто нам не дано узнать, кто они. А еврейский народ, это Бога избранный народ, который Господь избрал также из всех народов. Он даровал им пророков, даровал им законы, учения. И через них было явление миру Слова Божия. Вот через еврейский народ. То есть это был конкретно выбранный народ. Но если смотреть и саму историю еврейского народа, там грешник на грешнике. Там буквально всю нацию он перетрясал. Он просеивал, до двух человек ее просеивал, всю нацию. До Иисуса Новина и Халева. Вот до двух человек. Представляете, нация там 600 тысяч. Он ее раз перетрес, всего два человека осталось. И плюс те дети, которые народились. Еврейская это нация или это не еврейская нация? На два человека, какая там нация? Два человека, вот и вся нация оказывается. В песке. В песке. В песке. В песке. Нет, избранные вот эти два человека. А остальное где? В песок, говорит, в народ. Ну, а так и весь народ вроде бы как Божий. Вроде как Божий, да. А в Новом Завете уже другая ситуация. Весь мир, сеть закидывается на весь мир. И уже избрание происходит. Баверия во Христа. Хочу сказать, что и в Новом Завете не просто так все. Галатам начинается святым, возлюбленным, а потом тут же. Кто не принимает? Анафема. То есть уже, и потом дальше говорит, вы лжи учителей слушаете и так далее. То есть уже кто-то, уже не с апостолом Павлом. То есть он уже услышал каких-то евреев, уже хочет обрезываться и так далее. Уже идоложертвенное спокойно есть. Ну, мы читаем везде, в каждом послании. Это уже конкретным людям, которые в обществе христиан, они уже не с Новым Заветом, который давал апостол Павел. Поэтому он так и говорит. То есть уже опять такое-то разделение. И так всегда было. И то, что вот у нас в общине, мы в таком единодушии, единомыслии. Ну, вот когда вот начинаем беседовать с кем-то, я не знаю, кто разномыслие у кого у нас. Я не могу сказать. Но есть у нас сестра Маргарита, я еще до конца ее не понимаю. А остальные все, с кем я беседовал, они все правильно понимают Слово Божие. По толкованию. Никто не сопротивляется, во всяком случае. Это просто по молитвам нескольких человек достигнуто такое единение. Вот нас нескольких десятков. Мы в таком счастливом положении находимся. Как бы мы самодостаточны. Я так понимаю, это Господь сделал для того, чтобы с проповедью можно было пойти и двум человекам всего. Два рядом человека, которые одинаково мыслят именно точно по Слову Божьему. И можно идти уже, все. А апостол Павел показал, и одному можно. Ну хотя везде сотрудников ищет. Сегодня мы опять это про поведях услышали. Везде сотрудники, сотрудники, сотрудники. То есть ему тоже нужны были помощники. А как вот этот эпизод, когда Моисей молился о своем народе, чтобы Господь пощадил его. Он сказал, уничтожу я свой народ. Потому что востоковыны и не проси, не помилуй. Ну выпросил же Господь у Моисея. Как этот вопрос к вопросу о Бога избранности? Так а перед этим другое дело, я хочу закончить свои мысли. Другое дело, что правильно брат сказал, что Бога избранность это вопрос, который у Бога. Бога избранный, Он Богом и избранный. Поэтому мы судить об этом не можем. Другое дело, что мы можем только просить у Бога, чтобы Он меня избрал. Это мы можем. И поскольку мы не знаем, от нас сокрыта, Богоизбранность людей, поэтому мы должны нести Слово Божие для каждого человека, который вокруг нас. Звонил Миша Коряковцев, мне три раза. Очень-очень просил, чтобы я к нему пришел. Кто пойдет? Так, мне нужно, чтобы повела меня Татьяна. Она в больницу уехала, к болящим. Понятно. Ты знаешь, кто пойдет? Алла, с Аллой мы пойдем. С Аллой, трое мы пойдем, да? Николай хотел. Сказал мне, ограничений каких не было. Я говорю, придут люди, а он звонит, нет, вы, чтобы пришли. Все, сильно просят прощения. Я говорю, Миша, у меня кроме благодарности тебе ничего нету-то. Понятно. Столько, что ты мне добра взял, лето за голубями ходишь, а для меня ты вообще недосягаемый. Мои голуби, а ты ухаживаешь. Ну и вообще, он хороший человек-то. Ну и вот такая беда. Температура у него. Я все знаю. Даже там не был я, а я знаю, что у него там происходит. Ну, у него не накрылся. У меня секрета-то нет никакого. Я не был, ни от кого не слышал. Вдруг еще сорвется. Ну, а я знаю. Во-первых, то, что выше, а потом... Температура. Что есть. И ничего не говорю. Помолимся. Я молился более усердно о нем, ну, видимо, в просьбе отказать. Были мы у него в воскресенье с братом? Такой брат хороший. Сколько он добрать сделал? Да? С Сергеем. Хорошо посидели. Не очень больной был. Не очень? Ну, он так простывший. А Таня говорит, температура была. У него была температура. На работу-то он ходил. И телефон надо ему отнести. Рассуждайте, я не могу понять, о чем сейчас речь идет. О избранности. О Боге избранности. В прошлый раз об этом же говорили. Нет. Вопрос от него не совсем простой. Конечно. Понимаешь, нет. Бога избранность. А дух человеческий протестует. И отсюда вывод, что то клише, который Бог накладывает, оно во мне не отобразилось. Оно не совпадает с Божьим-то. Человеку я могу опротестовать, но тут только быть безбожником и сказать, Бог не прав. Вы помните, у нас была еврейка. Я в книге написал, она прочитала. Я говорю, когда читаешь историю еврейского народа, создается впечатление, будто бы Бог ошибся. Из бравых, как она вскипела, вы Бога, там бы написано. Создается такое впечатление, что самый кровожадный народ, более кровожадного народа на земле нету. А где это написано? В Библии. Я все места перевожу. Ноги их быстро на пролитие крови. Бог говорит о своем народе. И далее. Иерусалим наполнил от края до края в монасты, как будто упасть стены залил. И все. А что вас бить еще? Вы убиваете друг друга. Это не русским людям-то говорит-то. И он ему говорит слова, которые никто бы не понес. Прямо. Даже бить вас не во что, уже я вас столько наказываю опять за старое. Вола, осел, лучше вас знает владетели. А вы не знаете, поперли куда. С кем вы разговариваете? Какие телевизоры смотрите? Какую жвачку жуете? Это он им говорит. Это не русскому народу. Но мы-то понимаем, что это относится и к нам. Но в первую очередь им сказано, что вы имеете отца дьяволу. У себя. Хотя это ко всем относится. И я что сказал? Что по человеческим меркам, кого избирать? Но если избирать, то избирать людей мирных. Каких-то таких, как... Я даже не знаю, сказать, скандинавские страны есть такие, где-то в Австралии, живут. Ну, не сегодняшние шведы там воевали с Петром. Но однако не так. И Бога ли обсуждать? Насадивший глаз не увидит ли? Он все знает заранее. И это идет история. Понимаешь, по-человечески я научен так. Протестует все. Их приняли на нашу землю. И они что вытворяют с нашим народом? А они как раз и нужны этому народу. Больше этот народ никто не вразумит. Только народ с такой твердой психикой, с таким твердым курсом. Они знают, куда гнать нас. Барана хватит. И поэтому они приводят нас в чувство. Это закваска мира. И вот эта Богоизбранность, она очень твердая. Сегодня говорят, Сатана избранность народа еврейского. Сатана избранность. Но ты можешь сказать, что то не меняется. Благословляющий будет благословенный. Я благословляю этот народ. Мне все остальное за горизонтом. Я получил Библию. Пророки его написали. А что бы было со мной, если бы Павла Бог не избрал? А что бы было, если бы в руки мне оно не попало? Я так прикидываю. Я был верующим. Я бы давно-давно умер уже. Я бы не знал истину. Я бы какое место не считал сегодня. Я знаю, в каком свете рассматривать. Потому что этот свет светильник ноге моей Бог дал через евреев. Через Давыда. Я каждый день его читаю. Я, получается, благословен за семя Авраамова. Я счастливый, что прислонился к шатрам Симовым и шатров Еофета. Вот и все. Поэтому Бога избраны. Сначала нужно в себе смириться. Я не такой, Господи. Но чтобы мысли твои со моими как-то приблизились, чтобы ты меня подтянул к этим мыслям. Мои мысли не ваши мысли. Он говорит. Мои пути не ваши. Если не его, значит он ведет такими путями, которые я отрицаю. Я не согласен, что еврейский народ у нас живет, уничтожает, устроили революцию, устроили геноцид русского народа на нашей земле, пришельцы. Но я верующий, я сразу застолбил себя не выходить за пределы Библии. И понимаю, что такому прямому народу лучшего лекарства нет. Нету нигде. И Бог его нашел, выписал нам. И пригнал их сюда. И они будут мучить. Но иногда дает послабление нам. Мне еврея делал операцию. Вот и все. И у меня все разгладилось сразу. Я еще хотел вопрос ваш ответить. Когда вы говорите, что Моисей просил освободить еврейское народ от смерти. Но перед этим же, прямо на этой решении, Господь ему является и говорит, что они там развратились, пока ты здесь. Давай я их уничтожу и из тебя новый народ насажу. И Моисей, не зная еще, что такое развращение, он-то по-человечески начал думать, ну как они там развратились, что они там успели сделать. И думая, ну что, может быть Господь переборщил. Ну то есть он начал внутри сомневаться. Не надо было сомневаться, как и с царем тоже. Опять то же самое происходит. Но, вот Моисей берет скрижали, опускается там со скалы, все, слышит шум. Иисус ума говорит, что это шум, как будто битва. А Моисей говорит, нет, это шум, веселье. Это что, не радуется-то еще ничего. А Господь сказал, он-то это все понимает, в чем дело-то? Он только что у Господа вымолил этот народ, какое-то веселье, что радуется. И вдруг он выходит, говорит, от расщельной шкалы, он выходит, смотрит, и он понял, что такое развращение-то народа. Там играть стали после жареного мяса. И он-то как увидел это, как поднял эти скрижали, Богом написанные-то. Как долбанул, а что долбанул-то, на чего? Он на себя в гневе был. Это как же, Бог мне сказал, и я не поверил. И теперь дальше что он делает? А теперь он не может закрепнуть, Господи, ну давай теперь убивайся, от меня народишь. Понятно ему уже и стыдно самому. И что он делает? И он теперь, кто Господень, встаньте по правую руку вы, кто еще Господень здесь остался? И встают сыны левиты, а остальные еще только смотрят. Ну что он может один, этот старикашка-то уже, ничего не может. И вдруг становится целая такая дивизия ребят-то. И они все готовы, они, видно по глазам, что они с ним. И он говорит, так идите, убивайте всех, кого найдете, кто играет. Ты понял, что такое играет-то? Которые вышли из общины, и у них ликование было. Мы такие радостные, мы вышли из общины. Вот это то же самое. А то и радостники, они ничего не имеют. Они провалились в бедные и с радостью, и с ликованием. Вот это обстановка такая. И они точно такое же у нас, когда уходили. Ой, мы такие свободные. Тот, ну куда в мир ушли, больше ничего нет. Они еще гуляли, собирались, выпивали, я там все знаю. А теперь, где спрашивают, где они не бегают, все просто дети, дети, все неверующие. А шум ликующих приобрели будто бы, что а где ничего нет. И здесь вот как раз я и хотел сказать. Но в чем же тогда тут вообще смысл-то? А смысл такой, что Господь избрал, Натинович как раз сказал, это нельзя войти в то, что Господь сделал. Какого человека все-таки народил-то еврейский народ, как Моисей? Это надо же было тут же покаяться и тут же показать делами своими. Он же сам мог погибнуть. А если бы они встали, те, которые уже были заидолы этого тельца золотого? Да и пошли бы. Они бы их победили, там ты был, это всего их несколько тысяч. А этих-то были 600 тысяч там в общего-то числа. Но он на это не смотрел. Потому что он понимал, что раз Господь сказал, и должно быть какое-то наказание. И он своими собственными руками кровь пролил своих же братьев. И где такой народ сейчас возьми? Русских или кого? Мы не знаем таких людей, которые бы были такими жертвенными. Их просто нет. Они именно в еврейском народе оказались. Начинаешь то смотреть, это евреи. То начинаешь смотреть, евреи. Но тут о Библии разговора нет. Библию они сохранили, в конце концов. Храмы там, все, что мы знаем об ангелах, предания какие-то. И вон читаешь Геннадия Фаста, он везде приводит предания каких-то? Равинов. То есть Равинов и смотришь, думаешь, о, Равин там, евреи. А читаешь толкование. Так если такое толкование было в Ветхом Завете, он берет Ветхозаветные. Да это благословение просто Божие. Если бы русские знали эти толкования...